Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, мы продолжаем с вами целый ряд ответов на ваши вопросы. И сегодня мы обсудим очень интересную тему. Пишет нам Юлия, и она спрашивает, а можно видео о том, как узнать или распознать, что парень разлюбил? И если он разлюбил, как я понимаю, как с этим смириться? Конечно, можно видео, вот оно для тебя. Итак, что я могу сказать по этому поводу? По поводу разлюбил. Я всегда в начале отношений очень сильно обращаю внимание на то, как человек себя ведет. Потому что в начале отношений, когда он вас завоевывает, если, конечно, вас завоевывает, он показывает все, на что он способен в этих отношениях. Он дарит вам подарки, вводит вас везде гулять, показывает вам что-то, да, он весь внимательный, весь заботливый. Это то, каким человек может быть, когда он в вас заинтересован, когда он в вас влюблен. На протяжении времени, когда вы встречаетесь, конечно, все это может уходить, но суть должна оставаться, он должен продолжать вас уважать, продолжать заботиться и любить, если это вам важно. Если что-то от этого уходит, то есть вы смотрите, на сколько градус отходит от того, что было в начале. То есть я всегда сужу поначалу. И для меня, например, я хочу всегда, чтобы вот эти вот первый период, первые месяцы оставались на всю жизнь. Понятно, с разными деформациями, но суть оставалась. Поэтому для меня это такой ориентир. Если человек был заботлив, а стал незаботлив, и ему стало срать вообще, что у вас происходит, вы там плачете, он вас не слышит, и вы просите что-то изменить, он не меняет, то, скорее всего, у человека пропал интерес, у него пропала мотивация что-то для вас делать, и, скорее всего, может быть, пропала любовь. Вот как это все распознается. То есть вы уже не чувствуете счастье, которое было раньше, да, вы уже чувствуете боль какую-то, может быть, слезы там и так далее. А то, скорее всего, человек разлюбил. Если человек разлюбил, у меня есть видео на тему того, как пережить расставание. Здесь ничего в этом нет страшного. Самое главное просто понять суть, что все меняется, ничего не бывает вечным. И мы очень глубоко страдаем по этому поводу расставания, особенно если мы нацелены на всю жизнь с этим человеком, он один-единственный. Вот если у нас глубоко сидит вот это убеждение, оно нам мешает легко расстаться с человеком. А если вы вступаете в отношения уже с пониманием того, что, ну, как бы это не постоянно, а не постоянно это просто не то, что люди какие-то такие, жизнь такая. Вы видели что-нибудь постоянное в этом мире? Все меняется. Люди рождаются, умирают, это как минимум, да, дома строятся и рушатся. Что-то было, у вас есть работа, нет работы, вы любите, разлюбили, жизнь такая. Поэтому рано или поздно все изменится. И надо быть к этому готовым и принять это просто как должное. Тогда будет намного легче вообще воспринимать все изменения в мире, и вы будете таким гибким человеком, который подстраивается под ситуации, которые в вашей жизни, и как на гребне волны, знаете, вот так вот, чувствуете себя, плывете. И все новое воспринимаете с каким-то интересом, и о, что будет дальше. Во всяком случае, так у меня. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос, и если появились еще вопросы, задавайте их в комментариях. Если мое видео было полезным, интересным, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. В следующем видео мы обсудим с вами, как понять, нравишься ли ты парню, если он очень стеснительный. Если вам интересно, мы увидимся с вами в следующем видео, я расскажу об этом. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok